Довое поколение, какое оно, как тебе кажется? Я знаю, каким оно должно быть. Каким? Здоровым. В чем, тебе кажется, нынешнее поколение отличается от предыдущих поколений? А самостоятельностью, наверное. Как ты думаешь, насколько нужна, насколько актуальна сегодняшняя акция, проведенная в эфире с поколениями, насколько она нужна сегодня молодежи? Чем больше будете вы и мы заботиться о молодежи, тем адекватнее она будет, все взаимосвязано. По большому счету, молодежь всегда была молодежью во все времена. Ну, то, что прогресс. Что-то меняется в мире. Само собой, и люди меняются, и дети меняются, и они становятся другими. Здесь именно находятся люди, которые хотят чего-то достичь в жизни, хотят каких-то результатов от своей жизни, ставят перед собой цели. Ну, в общем, это все вот такая круговерть. Конечно, с интересными людьми интереснее, само собой. Те, которые к чему-то стремятся, они просто слоняются, допустим, ничего не делают и так далее. Мне на самом деле нравится новое поколение. Я думаю, что все у них получится. И мне нравится то, что они, как бы, что человечество перешло. Ну, я надеюсь, очередной виток вот таких тяжелых вещей, как рейв, наркотики. И, как бы, сейчас как раз люди, как бы, с позитивным отношением к жизни. Мне очень нравится то, что молодые люди увлекаются там какими-то экстремальными видами спорта, то есть здоровье. Сладежь нового поколения, она немножко отличается от нашего времени, наверное. А чем она отличается? Я думаю, что более живая такая, более продвинутая, как сейчас говорят. Я, правда, не владею как бы в совершенстве этим языком, но понимаю, что реально продвинутая, да, так скажем. Чего ты еще можешь добиться в этой жизни, и чего ты уже добилась? Я вообще ничего не добиваюсь, наверное. И вообще добиваться в жизни, это опасно. Почему? Надо жить, наверное, не добиваться. Чем нынешнее поколение вообще отличается от предыдущих? Вообще любое поколение очень глобально отличается от предыдущих. То поколение более такое было размеренное, что ли, да, такое. А сейчас более быстрое. В чем бы ты никогда не согласилась с родителями? Мы всегда будем говорить об одном и том же, только по-разному и в разной форме это выражать. Здравствуйте! На акции «Манифест поколения» мы проводили тотальный социологический опрос. Каждый участвовал в создании портрета поколения, отвечая на вопросы нашей анкеты. Я живу, как течет река. Туда ушла, туда живу просто и все. Просто по течению, да? А о каких ты видишь свое будущее? Я вижу свое будущее в своих детях. Я хочу от этой жизни признания, может быть, славы какой-то, может быть, хорошего образования, хороших друзей, в первую очередь, любви. Новое поколение супер! Страна должна гордиться, любить и уважать. Как ты считаешь, какое оно новое поколение? Поколение, оно умное достаточно, осмышленное, но оно неправильно выбирает. То есть у меня нет, как сказать, надбора вот не ведет. Понимаешь, что можно, что нельзя делать. Вот это нужно все. Что такое хорошо, что такое плохо, конечно, нужно читать в детстве. Это, конечно, безусловно, талантливая книга. Обязательно посмотрите 25 и 26 июня программу «До 16 и старше», где вы увидите и узнаете, какое оно наше... Самые громкие манифесты у рок-звезд, а их на нашем фестивале было предостаточно. Большой, широкий город, магистрали и дома. Пусть орывок на бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубь в синице и в руке. Я застывала в ожидании тебя. Скажи, пожалуйста, новое поколение какое оно, как тебе кажется? Я знаю, каким оно должно быть. Каким? Здоровым. А оно, как тебе кажется, здоровое, нет? Я думаю, что я наблюдаю тенденции к оздоровлению молодежи. И мне это очень нравится. Наша акция проходила в Москве и длилась 4 дня. Поддержать акцию сочли своим долгом яркие представители независимой музыки, культовые журналисты и самая продвинутая молодежь. Это не было праздной вечеринкой. Здесь каждый мог высказать свое мнение. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Ну, я помню, вот полжизни за, я бы, наверное, отдал за любовь. Все-таки за любовь, да? Ну, все-таки да. Что для тебя самое главное в жизни? Знание, наверное. Новое поколение какое оно, как тебе кажется? Что случилось со звуком? Так, так, раз, раз, раз. Огласите весь список, пожалуйста. Чему стремится сейчас молодежь? Во-первых, слава. Во-вторых, деньги. Ну, немножко алочно здесь получается. Но, тем не менее, это те ценности, которые приселиваются на данный момент молодежь. Слава, деньги. Я думаю, так. Ага. Хорошо. А какая у тебя цель в жизни? Наверное, то же самое. Чем нынешнее поколение отличается от предыдущего? Оно раскрепощенное и стремящееся вперед. И это радует, на самом деле. Стремятся к знаниям, стремятся к каким-то достижениям. Нет какой-то серединки. Каждый индивидуален сейчас. Так, ребят, ну че, кто-то будет сегодня петь нам, нет? Да, давай. Как это? Сергей. Сотдесят лет? Восемнадцать. Сергей, восемнадцать лет. До кого ты уже сказал, я думаю. Я вам скажу. Сука, в телефоне виски, целуй, но мой, увы, я знак на моем плечи, ты кликка, кликка. Сука, в телефоне виски, целуй, но мой, увы. Так, швидка моя, швидка, чьи-то. Это была Круппо-Океанельска. Круппо-Океанельска была, для тех, кто не знает. Насколько сегодняшнему поколению близок спорт? Спорт всегда близок. Он и не только нынешнему поколению, но и прошлым поколением, наверное. Это жизнь, спорт, это здоровье, которое необходимо всем и нынешнему, и будущему поколению, нашим детям, нам с тобой. У нас сегодня молодежь, вообще, насколько она актуальна? Она просто необходима. Почему? Потому что здесь единение душ происходит, разная музыка, разные стили, все. И люди общаются, видят друг друга, это нужно. Изюминкой фестиваля были наши анкеты. Кто-то отвечал охотно, некоторых приходилось уговаривать. И мы, ведущие до 16-ти, Федя, Тоня, Захар и я, Динара, решили воодушевить окружающих своим примером. Давайте по кругу отвечать друг по другу лучше. Да, фамилиями Захар Мухин. Возраст. Возраст. Мне запрещает говорить, мне запрещает говорить режиссер. Но я когда-нибудь... А я говорю всегда, но мне запрещают. Так, город тысячелетия, Тоня. Москва. Нет, отвечай, я отвечаю за кого-то, за следующего, по часовой стрелке. Я за себя отвечаю. Динара закатила. Школа, это место где, это ты говоришь? Где, где... Где, ну, я... Нет, 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 школа мне много очень дала, да. Я вспоминаю, часто, школу... А ты дала что-то в школе? Я свои знания дала своей школе. Главное, чтобы дала. Ты свои знания? Да, Динара преподавала. НВП, у меня его не было, очень жаль. Так, что читаешь, это я. Так, ужасно. Даже признаваться в этом стыдно. Ужасно просто. Газету. Можно неправду говорить? Газету. Скажи мне, а ознакомился вот с анкетой нашей? Ну так, в общих чертах, да. В общих чертах? Вот какой-то вопрос так тебе... Какой вопрос больше тебе понравился? Профессию, которую ты никогда бы не выбрал. Вау, интересно, что за профессия такая? Я очень доволен тем, кем я являюсь сейчас, и я думаю, что мне повезло в этом плане. Поэтому никакую другую профессию я бы не хотел. Второй день акции, третий, четвертый. У нас журналистов, работавших на фестивале, они слились в один бесконечный праздник. И у нас возникла мысль создать фильм о новом поколении, который будет снят на основе ваших ответов на вопросы нашей анкеты. Меня вот радует такое. Здесь вот любимый предмет в школе, вопрос есть такой. Очень многие отвечают на этот вопрос. Им нравится физкультура. Многим ребят нравится предмет физкультуры. Очень хорошо, здоровое поколение. Что слушаешь? Музыку лютую. Музыку лютую? Это что это? На лютне, наверное, когда играют. Животное нового тысячелетия, человек. Публика, которая сегодня была на акции, манифест поколений, как она тебе? Такие. Отзывчивые такие. Такие. В драйве такие люди, нормально. А как тебе вообще сама идея проведения манифеста поколения? Положительно. Каждое поколение должно выражать свои собственные какие-то... Ну, что-то, да? Ну, не сидеть, по крайней мере, на заднице и не протирать там, как бы, в парке, на лавочке и не пить пиво там постоянно, например. А хотя бы чего-то делать. Хотя бы таким образом выражать себя. Это тоже важно. Пожалуй, один из самых... У нас в анкете есть вопрос, знаком ли вам чувство одиночества. Вот вы сидите такая, одинокая. Оно вам знакомо? Ну, как и всем. То есть, да или нет, скорее? Нет. Да. Это хорошее чувство, приятное? Зависит от обстоятельств. Как его преодолевать? И нужно ли? Ну, кому как нравится. Как нравится тебе? Мне иногда нравится побыть одной. Были какие-то вопросы, на которые не хотелось отвечать? Были вопросы, на которые было сложно отвечать, но чтобы не хотелось, нет. Здесь именно находятся люди, которые хотят чего-то достичь в жизни. Хотят каких-то результатов от своей жизни. Вов, вот скажи, пожалуйста, ты сказал, что наша акция уникальная. В чем эта уникальность, как тебе кажется? Вы пытаетесь создать, сделать портрет целого поколения. Я думаю, что портрет целого поколения, он состоит не только из музыкантов, но и тех, кто эту музыку слушает. А вы знаете, почему мы танцуем уже без песни? Потому что новое поколение, оно здоровое. Оно здоровается. Оно здоровое, оно подвижное. Оно здоровенное. Оно здоровенное, оно очень темпераментное. Поэтому вот мы, например, с Захаром тоже... У нас песня звучит внутри, нам не нужно внешней какой-то музыки. Вот мы сейчас с Захаром создаем тоже некий портрет поколения, потому что ты же, ну, может, с тобой новое поколение, правильно? Да. А вот ты пообщался с молодежью сегодня, сегодня, вчера, на фото вчера, да? Какие у тебя сложились впечатления о той молодежи, которая приходила на шахсту, ну, вообще о новом поколении? Понимаешь, какая штука? Прекрасная акция, которую мы проводим. Это очень интересно, это смелый шаг. Но мы проводим акции в Москве, мы вынуждены делать это. А есть еще молодежь страны. Я бы хотел, чтобы наша акция продолжилась, пошла по городам и по селам, чтобы мы сейчас только увидели одну черточку в портрете поколения. А поэтому до полного голографического объемного портрета еще очень далеко. Да. В общем, короче говоря, все, кто смотрит программу «Наш 16-е старше», ждите, мы обязательно к вам приедем. Ну, как же, мы уже появимся в Крыму. О, да! Мы же появимся скоро в Крыму. Наша акция продолжается, начинается в Крыму и продолжится в других, во многих городах. Ждите акцию «Манифест поколения» программы «До 16-е старше». До встречи.